Новый год близится. Осталось-то 350 с лишним дней и новый 2021 год. А сегодня уже ночью будем праздновать старый Новый год. Если не хотите так долго ждать, да, Нового года, можно старый Новый год отпраздновать сегодня. А можно праздновать старый Новый рок. Да, и в связи с этим у нас сегодня гость в студии, как мы уже и озвучивали, Александр Кушнев. У нас в гостях журналист, продюсер, автор ряда книг. Я восхищаюсь. Да, и к нам в гости. Здравствуйте. Говорите, говорите. Сейчас я тебе показываю. Всем привет. С самолета я сошел давно. Я здесь уже ассимилировался. И я привез переиздание классической своей книги. Первое издание вышло 20 лет назад. Книга называется «Сто магнитоальбом советского рока». И это книга про магнитофонную культуру 80-х, наш русский рок-н-ролл, андеграунд, аквариум, ДДТ, зоопарк, нотилос, пенфилиус, урфинджус, чайф и так далее. Золотая эпоха, в общем говоря. Да, совершенно верно. И с гордостью скажу, что сидела в Москве, а может лежал, раздался телефонный звонок, книжный магазин «Петровский», «Эльсен-центр», «Прилетайте к нам в феврале». Что ж в феврале, так говорю я, давайте на старый новый рок приглашайте. И как-то все удачно срослось. И мы как раз до эфира говорили, что с лекцией про эту книгу, про магнитофонную культуру, про русский рок, вчера вечером началась лекционная программа последнего старого нового рока. Хочу сказать, что со стульями дефицит «Эльсен-центр» стульев не хватило. Товарищи руководства «Эльсен-центра», обратите внимание. Стульев не хватило. Значит, сотни-полторы людей было, и двухчасовая или трехчасовая лекция. Кто-то сказал, что длилось четыре часа. Для меня как пять минут. И вот книжки... Никому же не было такого, что мне не понравилось, что я стоял. Все же пришли и не посидели. Да я все равно скажу, что понравилось. Конечно. Но знаете, вот в чем эксклюзивность, в чем уникальность, что книжный магазин «Петровский» — это пока первый магазин в стране, где эта книжка появилась. Вот так случилось. А можно про книгу я поподробнее спрашиваю? Это же переиздание. Это значит, она готовилась в середине 90-х, делалась порядка пяти лет, и это сто рассказов о великих русских альбомах. Она уже издавалась. Она в 99-м году была первой. В связи с чем переиздание? Потому что я живой классик. Она как-то дополнилась? Вы меняетесь не те 100 человек? Смотрите, очень хороший вопрос вы задали. Спасибо. Значит, просто принципиально ничего не менял. Оставил все как есть. Там ошибки, не ошибки, точности, неточности. Потому что, в общем, это настольная книга музыкальных журналистов. В Москве, в Питере. Точно, думаю, в Екатеринбурге. И в самом конце, преодолевая врожденную московскую лень, в самый последний день я сделал такое симпатичное послесловие. То есть, грубо говоря, а что за 20 лет изменилось? Вот этот вот фолиант, который все давно искали. Вот он сейчас есть в Екатеринбурге. Еще раз, первый город, где эта книга появилась. Так, а старую версию уже нельзя приобрести будет и добыть где-то? Да, вообще ни за какие деньги. То есть, бегают люди с фонариками по интернету, ищут ее. Ищет милиция, ищет... Нет. Ну, вы хитер. Я не хитер, я раритет. Вы раритет. Я раритет. Вот. И, наверное, рассказ будет неполный. Да, в двух словах. То есть, что такое лекция, презентация этой книги? Это огромное количество очень действительно редких видеоэфиров, когда я говорю, а сейчас впервые в Екатеринбурге мы увидим группу «Високосное лето». Все помнят «Високосный год», «Високосный...» Ну, такие-то. Машина времени, старый аквариум, зоопарк, ДДТ. Как-то так. Вот это все инкрустировалось видеопоказами. И мне очень приятно, что артисты каталога моего агентства «Кушнеподакшн» также выступают на этом фестивале. Я привез в этом году экзотику. Но надо сказать, что на старом новом роке я был много раз, неоднократно. Просто вы любите Екатеринбург? Да. Я застал живого Илья Ульевича Кормильцева, про которого предыдущая моя книжка «Космос как воспоминания». И действительно дружу с Евгением Горинбургом и с многими местными деятелями. И, соответственно, они часто приглашают не просто в гости, а привезти какие-то московские молодые группы. Я хочу сказать, может быть, слушателям это будет интересно, что мы изобрели на фестивале старый новый рок «Вечный двигатель». Я об этом говорю в камеру. Поскольку всегда находится очень много классных молодых групп, которые потом в рамках нашего московского фестиваля «Индюшата» То есть я приезжаю сюда как шпион, разведчик, профессиональный лазутчик, отслеживаю группы. Последняя гордость – это команды, которые на «Индюшатах» этой фестивальной известной музыки 2018 года выиграли, поделили первое место. Это две отличные молодые группы, обязательно найдете их в интернете. «Авангард Леонтьев и Федзинь». То есть я их нашел здесь, увидел, как они вышли на сцену, открыл рот и так с открытым ртом в Москву приехал. И пригласил в клубе «Шестнадцатом» в культовом они выступили. И сразу две группы, впервые в истории фестиваля. Фестиваль 20 лет, кстати, как и. С юбилеем. Да, да, спасибо. И заняли первое место. Поэтому очень много, вообще богато талантами «Уральская земля». Просите за клинический штамп. Но действительно, каждый раз какие-то группы находятся новые. А в этот раз я привез экзотику. Японская певица. Ага, интересно. Семнадцать лет. Вот только исполнилось. Еще шестнадцать. Группа называется «София Маеда». И сегодня буду выступать на одной сцене. Они выступают в стиле рок? Московская группа. Это такой «Манчестер, Сиэтл» прямо на английском и пару песен на японском. То есть такие прямо... О, «Уитс Иванов». Да, да, да. Вот. И еще я... Японский-то не так. И ведущий, дорогие, я все не простил, наверное, и себе не сказал, что вчера удалось в рамках презентации магнита альбомов светского рока вспомнить Екатеринбургского поэта Виктора Смирнова. Он, к сожалению, в 2018 году умер, но его друзья собрали деньги, выпустили в издательстве в вашем кабинете еще на книгу его стихов. И вчера презентовали песню. Это такой проект. «У вас есть дядя Солнышко». Ну, это нормально, что я пришел, рассказываю про ваши проекты, ладно. Слушайте, не все наши телезрители досконально знакомы со всеми этими инспекциями. А я вам даже скажу, что вот сидел эти, там человек 150 на лекции, я говорю, кто знает поэту Виктора Смирнова и поднял руку там... Два человека. То есть все, кто были на лекции, они узнали? Да, то есть просветительский момент, он, в общем-то, очень мощный. Меня это очень радует. Я в предвкушении того, что сегодня вечером будет много рок-н-ролла на трех сценах. Это очень мощный рывок, я бы сказал, что за эти 20 лет, как раз прошедшие, раз мы говорили именно про этот срок, того, как на самом деле все равно музыка изменилась. Музыка очень сильно изменилась, ведь фестиваль, он не всегда был в Ельцин-центре. И что-то мне так смутно кажется, что Ельцин-центр был не всегда, да? Не говорите. Давайте вот так, давайте мы просто закончим на том, что мы всех пригласим в Ельцин-центр и в конце концов. Да, огромная, наверное, ответственность, но я приглашаю телезрителей. И сегодня вечер, в ночь с 13 января на 14 января в Ельцин-центр. Начало в 19 часов и последний, 20-й по счету, фестиваль «Старый новый рок». Добро пожаловать в рок-н-ролл. Продюсер, музыкальный продюсер, журналист, автор книги Александр Кушнир. Спасибо вам большое, что вы проснулись. Спасибо, что вы принесли. Ведь у вас в Москве вообще сейчас 6 утра. А грустно не будем, всего хорошего. А сегодня еще ночью спать. В Москве не только 6 утра, там еще и куча машин стоит в пробке. Я бы даже спел. Автомобили, автомобили. Буквально все заполонили. А почему я пою эту песню, скажи? Потому что сегодня... Потому что сегодня день рождения... Потому что сегодня у нас тоже пробки. А сегодня еще день рождения, 60 лет. 66 лет. Исполнился Алексею Глызину, автору таких замечательных хитов. Вот, представляете? Мы его поздравляем. Еще раз напомню, Анна ездила в Эмираты. Я никуда не ездил, а хотел бы отправиться в эти новогодние праздники в Узбекистан. Поэтому приглашаю вас вместе с собой прямо сейчас туда. Субтитры сделал DimaTorzok